Также, если вот следовать вашей логике, русскоязычные граждане Украины, ну ясь я такой, я в Киеве вырос, тут все в основном говорят на русском языке. И получается, что вот украинцы русскоязычные, они не должны знать свой родной язык русский, потому что его в школе просто не преподают. Потому что если берут иностранный выбирать родителей, то в основном выбирают английский, немецкий, потому что русский и так все знают. И получается язык, язык, который знает 300 миллионов человек, а украинский, который знает максимум 15-20 миллионов человек. И вот этот, получается, процесс, он откидывает нас как народ Украины, потому что когда я, например, или, например, когда, секундочку, секундочку. И когда получается я, когда русскоязычный, вот я закончил школу, я не имею возможности правильно писать на языке, мне нужно самоучкой становиться, чтобы изучить грамматику. Это дикость. Дикость в 21 веке, и вы об этом знаете. Вы правы в том, что мы должны иметь возможность научиться будь-яку мову. Я вам говорю за то, что эту дикость называют нам на гражданском языке. Если мы с вами разом поедемо до Европы, до Италии, до Франции, то будем самостоятельно научать итальянскую, французскую мову. Если мы желаем жить там, в этом суспільстве, иметь возможность развиваться. Если вы проживаете в Украине, вы можете общаться с русской мовой, но вы должны знать украинскую мову. Я не научился в школе, я самостоятельно научился украинскую мову и вважаю... Мы сейчас будем по Швейцарии поговорить. Да, ну в Швейцарии там это окремая держава, единственная держава в Европе мает несколько государственных мов. Но дело в том, что я вважаю, что я гражданин Украины, я живу в Украине, я должен знать украинскую мову. Но если будет какой-то закон, будет примушивать меня говорить только украинскую мову, это будет поражение моих прав. Половина Украины говорит и думает на русском языке. Русский язык для них родной. И получается, эти школьники, которые будут в школе учиться, они, по-вашему, должны знать, как правильно писать на своем родном языке. Или нет? Это правда. Давайте я вас за русскую проведу. Все абсолютно, но украинскую.